спустя полгода не работает пришел в этот офис потому что мне предложили подработку создать эскиз маленького аэростата. Как полетали? Не взлетели Я никогда так не взлетал. Ну вы не взлетели. Ну и не взлетел. Клапан порвалась, оболочка сверху там. Я пойду на клапан. Капец, меня как щенка просто. Чувствую как пульсируют руки. Приклеиваешь как бы, чтобы она не мотылялась. По идее должна ровная получиться. Work it, do it, make it stronger. Ты не обижаешься этот комментарий? За какое? Иди на х** В сериале там главный герой, как бы маленький человек, нанимает чуваков маленьких для съемок в кино. Типа подходят один к другому и говорит, что такое там допустим? Бери, ты почему на тебя жалуются постоянно режиссер? Что ты не можешь выучить эту песенку? В конце концов, ка-ка-ка, не знаю как его. Надо сделать логотип фестиваля. Какого? Х**а. Вот у вас есть. Берете меня эти цвета и получается новый. Бум. Блин, я бы так работал. Три часа поработал, свалил. Три часа поработал, свалил. Три часа поработал, свалил. Шесть тысяч. Функциональность. Мне все в нем нравится. Но вот единственный дефект, который меня постоянно коробит. Я написал претензию юристам в Москву. Прошло 20 дней, ни ответа, ни привета. И вот я снова приехал в самого связи МТС. Отстаивать свои права как потребителя. Телефон я отдал. Сегодня я без телефона находлюсь. С симкой в кармане. Через 21 день мне должен прийти ответ, либо же деньги на карточку перечислить. Будем ждать. Привет. Привет. Ты такая красивая. Для кого? Для тебя. А декольте для кого? Тоже для меня? Кофе очень горький. Добавляем сахар. Давай. Красиво делай. Бабкам и инвалидам сейчас панзус перекрою. Ооо. Шапоксан. Я дома у Антона Мухина, организатора соревнования РБР. И наблюдаю, как два молодых человека, один с бородой, другой без, чинят велосипед. Ты не можешь снимать свой влог, а да я снимаю свой влог. Ладно. Чего ты держишь, а я нет? По идее, вы не можете добавить друг друга, друзья. Потому что ты белый. Это спортивный, здесь не любят белых. Ладно, я такой тёмненький, а ты вообще просто снежок. Белоснежка, ты куда? Ты как тебе подкричать? Ну, насти свой белый жопу с этого района, ты понял? Ты уверен, что ты его починил? Это временно, это фигня, она пройдёт. Она сейчас быстро подкрепла. Всё, тогда понял, ладненько, спасибо тебе, Антоха. Давай. Всё, давай. Чё Антон сказал? Он сказал, что, короче, нормальная вещь, когда у тебя новая цепь. Она сейчас пару километров так вот будет, как сумасшедшая просто стрелять. Привет, я мистер Кокошка. Я тебя за руку больше не буду брать. Вот, помнишь, эти знаменитые штуки? Ты не знаешь, что такое? Садись сюда. Не, не похоже. Пятьдесят Заверополис в воде? Влажный. 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 Я буду смотреть Заверополис, а она будет смотреть Заверополис. Мы, короче, пришли на два разных фильма. Случайно совпало, что мы сидим рядом. Для нас специально разделят экран пополам. Причём по горизонтали. Он на такой фильм пришел. Заверополис. Правильно, вот молодец, вот молодец. Заверополис. 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 Один из лучших за последнее время, которые я видел. Очень много юмора, очень прям такого качественного. Очень интересно смотреть от самого начала до самого конца. Всем советую. Чё, ты готов? Собрался? По-моему, помчали. Как мы планировали делать влог? Снимать его в течение недели, в воскресенье, заниматься его монтажом. Чтобы в понедельник вы увидели его уже в интернете. Не всё так идеально идёт в этой жизни. И получилось так, что мы монтируем, когда приходится. Как выглядит сам монтаж? Даня берёт свой ПК, PC. Привозит из дома ко мне. Он делает свою часть сам. Я делаю свою часть сам. Потом мы эти части скрепляем и получается тот влог, который вы собственно и видите. Но в момент создания, в момент монтажа, в комнате образуется страшенный бардак. И как мы не пытались, он образуется постоянно. Почему? Наверное, потому что мы расп***** редкостный бардак. Вот. Теперь это всё надо разгрести и подготовить комнату к проживанию в новой неделе. Работа с ДОСом. Я думал, мы сейчас упадём. Пока сломаем. Я постарался, б***ь, Няш. Да, мы не умеем заказывать. Да, Аликспресс могут, Ебэй не могут. Ебэй не могут. Пришли к нашему старому англоязычному другу. Ебэйбою. Ебэйбой. 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 Диман, реально, ты реально ненавидишь инвалидов. Реально, нафига так жить высоко? Я чуть не сдох. Не, ну как, нет. Ещё бы этаж, и он точно бы сдох. Короче, вы покупаете или нет? Да. Да, да, да. Кёрнис ради твоих Доктор Корнеров этих. Доктор Корнер. У тебя клюквы, зваки. Ну, давай я два возьму, люблю. Квадратные. Не хочу. Что настоящая, что моделька, всё соответствует. Везде дверь хреново открывается. У нас сейчас тут спор идёт. Есть пластиковые, а есть металлические. Данил говорит, что по технике безопасности нужны металлические. И сейчас по технике безопасности хочет в неё наполнить бензином. Кого-то, значит, пытается её открыть. Ну, там картинки есть для нас. Я уже взорвусь, наверное, когда я просто открою канистру. И столько искр пойдёт. Почему? Как в армейке прям. Пустим. Да, всё, готово. Очень удобно. Пластику хочешь попробовать? Я понял тебя. Пока ждём Данила. Украсим ему автомобиль. Продолжим. Вновь к работе. Окрашим. Сейчас его дёрнешь. Он уже в юмку утрезает. Вот это. Царь, 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 царь. Твои аналоговые пульты меня радуют. Нади своего карликова. С ними карипанься. Рабочий день. Сейчас я скину файлы. Теперь я файлы скинул. Файлы я отдал. Домой. Работа окончена. Идеальный рабочий день. Пушк просто. Пушк. Один мой старый товарищ. Увидев в старом влоге. В прошлом. В пятом. В пятом влоге. Что мы говорим, что шурма на Денисе очень вкусная. Ребята, у нас самое лучшее питайтесь там. Нам реально там нравится шурма. По его мнению, шурма на Денисе это курица в формалине. Это жир в лаваше просто. Он посоветовал нам самую клёвую, по его мнению, шурму на конево под названием Шавермич. Там шурма она не с курицей, а со свининкой. Она ещё и дешевле. И типа там ещё обслуживание божественное. Первое. Да, до Шавермича лучший подход. Честно сказать. Есть даже пандусы для велосипедов, инвалидов и колясок. Да, шурма дешевле. На Денисе шурма стоит. Ну, моя. 150. На Денисе шурма стоит 140 рублей. На Шавермиче шурма стоит 130 рублей. Да, дешевле. Да, дизайн-то помещение самого лучше, но оно меньше. Замечательные, б***ь, диалоги. Поваров, не знаю, шурм. Как их правильно, б***ь. Шаурмичник. Так сама шурма вкусная, но другая. Хорошая, вкусная шурма. Не такая, как на Денисе. Спасибо, Никита, совет опробовали. Бомба. У Шавермича еще шрифт. Сама вывеска неплохо сделана. Мне нравится шрифт. Немного история. Продолжают бороться с иностранщиной. На сей раз отличился Белгород, чьи власти запретили местным предпринимателям использовать слова шаверма и шаурма. Вот так сейчас выглядят ценники на шаурму в белгородских закусочных. При этом ни технология производства, ни вкус продукта, естественно, не изменились. Кстати говоря, о новостях из Белгорода федеральные СМИ дружно вспоминают, что идея запрета и наземных вывесок пришла из нашего Белогорска, где осенью по инициативе городских властей было переименовано кафе Нью-Йорк, ставшее Амур-Бистро. Была надпись Шаверма, потом вышел закон, и ребятам пришлось переименоваться, и они сделали Шавермич. Едем на вторую встречу, которая надеемся, что принесет нам еще связи, хоть какие-то новые связи, дружбу с какими-то людьми, новые приколы, новые идеи. Так ли это будет? Сейчас мы вот выясним. По какой же весовой категории могу пройти я, чтобы попытать свои силы в поднятии штанги от груди? Сейчас мы попробуем... Шо ты б***ь водишь туда ее постоянно, камеру? И решили попробовать вместе со здравым хоть раз, но поднять штангу, кто на что вгораздно. Го! Го-о-о-о! О, нормально прямо, слушай. ОК, специально! Сейчас будет жара. Все! Вес взят! Чисто ты единственный человек, но можно сжать от поля просто. То есть, как я п***ю не знаю, можно сжать от поля. Я-о-о-о! Еще по 5! Еще раз. Подъем! ААААААААААААА Свой вес просто. 60 кг. Хорош, если будут ещё. Вот, давай, снимай 2 . Он мне нужен живой. Какой нахуй нахуй? Давай, давай, давай. Довольно, молодец. Это красава. Всё, это 73. Дай Петурли, дай Петурли. Ай, блин!